Я Антон Байцур, операционный директор Авиасейлс. Скажи, пожалуйста, а у тебя какая доля бизнеса в России? Сейчас у нас июнь на дворе, поэтому сложно говорить, какая у нас вообще. Это волю где-то. Но до ковидной времена я бы оценил процентов 80-85. Это российская доля в России. В смысле доля нашего... Покупок производится из России. Да. Ну, понимаешь, это мы же не только поиск билетов. У нас есть еще отели отдельно. У нас еще есть реклама на самом сайте и в приложениях. У нас еще есть большая партнерка, в которой куча вообще всего. Это отдельный, по сути, продукт огромный, который начинался как наш продукт. Сейчас это по-прежнему продукт наш, но не только про Авиасейлс, сколько про другие травы компании. Там крупнейшая партнерка в мире, по сути. И какая-то часть трафика, так или иначе, партнерского или трафика на Авиасейлс, приходит из-за рубежа. Есть какие-то страны, в которых мы целенаправленно выходим с конца 2018 года. Есть страны, где мы просто присутствовали, как мета-поиски по аффилиатной модели распространяли себя. И я думаю, что сейчас процентов 20 денег мы зарабатываем за рубежом. 80 в России. И для нас, в общем, одна из главных целей – это растить вот эти 20 процентов что-то больше. Но Россия пока росла быстрее. Ну, то есть было сложно отъедать больший процент, потому что Россия продолжала расти. Скажи, пожалуйста, я просто пытаюсь понять, где вы… Вот у меня есть ментальная модель, например, для Гугла и для Яндекса. Типа вот Яндекс в России, примерно половина рынка, а в мире они там не особо вообще что-то значат. Но при этом они все равно номер 2 в мире, номер 3-4 в мире после Гугла и Бинга. Потому что, в принципе, больше никого и нет. Поляна такая зачищенная в последнее время Гуглом во всех остальных рынках, что… Ну, вот они типа. Хоть они и довольно маленькие в международном эквиваленте, они все равно там номер какой-то счет по пальцам одной руки может пересчитать, какой они. У вас, я так понимаю, ситуация похожая, да? Слушай, ну тут не сегодня совсем так. По факту глобальных игроков, как Гугл, которые есть везде одинаково хорошо, ну плюс-минус одинаково хорошо, работает во всех странах, их по факту нет. Во многих странах есть локальные какие-то игроки, которые, ну, в общем-то, ищут не хуже или лучше, чем Каяк или чем Скайскан. Для местных перелетов, да. Очень фрагментарный рынок. И он исторически очень сильно привязан к тому, как, к тому, как вообще, в принципе, индустрия была устроена. Долгое время покупка, ну, то есть, разные тарифы для жителей разных стран, разные какие-то опции для агентств, которые продают для каких-то стран билеты. Грубо говоря, не знаю, Аэрофлот с удовольствием субсидирует продажу билетов иностранцам, которые летят из-за рубежа через Москву. А субсидирует, в смысле, для них в такую билетку, грубо говоря, Аэрофлот? Да, не совсем. Цена будет та же, но посредник получит выше комиссию. Или даже говоря по-другому, в других странах посредник получит комиссию, а в России не получит, скорее всего. Я иногда покупал, в какой-то момент у меня в приложении AirSales я смог купить билет напрямую у вас, у Победы, и мне стало очень интересно. У вас просто интерфейс нормальный, а у Победы, как у всех авиакомпаний, мне стало интересно, есть ли у вас данные о том, какая конверсия у них, какая конверсия у вас? Да, конечно. Это самая большая воля от того, что мы больше не работаем ни с Победой, ни с Аэрофлотом. В случае с Победой у нас доходила конверсия до 50%. То есть до половины... Интересно, Дельта, вот как бы супер охрененно классный интерфейс и стрёмный интерфейс как у Госуслуг. Вот интересно, в каких процентах выражается... У Победы и Аэрофлота всё-таки была высокая конверсия относительно некоторых представителей. Мы точно не работаем с теми, у кого конверсия будет ниже 10%. Просто неинтересно. Это всаживание трафика в молоко. У Аэрофлота и Победы конверсия держалась где-то около 14-15%. А у вас 50%. Доходило до 50% на Победе, но... Объясни, почему авиакомпании не могут сделать нормальный UX? Просто покупки берут люди, им уже деньги хотят заплатить. Вот почему нельзя... Это же так несложно. Мне кажется, это сложный, всеобъемлющий вопрос. Особенно если мы говорим про... Часть из этих авиакомпаний. Ну, то есть, в России много кто не может что-то сделать хорошо. У меня просто в голове не укладывается. Как можно условно форму ввода даты рождения сделать такой хреновый, что я, человек, который уже прошел 7 кругов ада и нашел этот билет и хочу его купить, я типа не могу это сделать. Для тебя это не профильный бизнес. Скорее всего, этими техническими решениями занимаются какие-то сторонние компании. Ну, например, маутсорсеры. Большие и крупные корпорации вообще довольно специфическим образом работают. Все может очень по-разному быть. Поэтому зачастую, правда, не делают сами хорошо. Ну, или просто не надо. Или думают, что так хорошо, потому что раньше хуже было. В общем, у всех, я думаю, разные там цены, ну, разный показатель там желаемой конверсии. Слушай, мой внутренний нерд, который обожает... Вообще, мне очень интересно, как работают все эти системы, но мне кажется, что если мы будем продолжать в том же духе, то это будет подкаст типа записки нерда. Людям старше там стальки-то не входить. Или младше им технарям. Любая компания стоит ровно столько, сколько за нее заплатит. Ну, то есть, мне кажется, что авиасейлс должен стоить полмиллиарда. А вообще цель моего существования и там та цель, к которой я стремлюсь, это чтобы компания стоила миллиард. Но по факту нужен покупатель, который столько готов заплатить. Поэтому... Google какой-нибудь или китайца? Да, ну, способ экзита, ну, в смысле, способ получения оценки, он может быть разный. Это могут быть какие-то покупатели траслевые, не знаю, тот же, не знаю, Booking, C-Trip, еще кто-то. У нас есть строители экосистем в России, это СПЕР, не знаю, Тинькофф. Кто у нас еще? Мэйл. Да, забыл. Яндекс. Яндекс, да. Есть какие-то просто финансовые инвесторы, крупные, западные, незападные, которые просто собирают какой-то большой пакет активов. Ну, и есть IPO, одна из дорожек, по которым можно прогуляться. Ну, просто дорожка с IPO начинается с определенных объемов. То есть, ты не можешь туда пойти маленькой какой-нибудь компании просто из-за всех. Ну, да, там куча-куча ограничений, и ты должен быть compliant куче условий, и только в этом случае ты можешь выйти. И причем сейчас эти условия довольно серьезно облегчились как раз под технологической компанией. То есть, даже на Нью-Йоркскую биржу, не на NASDAQ, а именно на NICE, можно выйти, будучи небольшой, ну, относительно небольшой по мировым меркам этих компаний. Раньше это было невозможно. Раньше, там, если ты меньше полумиллиарда стоил, тебе нечего делать на NICE, и поэтому все технологические компании вылетали на NASDAQ. Почти все. Если даже не меньше. Скажи, пожалуйста, вот для меня, Дмитрий Навоша, одна из вещей, с которыми ассоциируется Дима, это то, что он увлекается акциями, фондовыми рынками, вот всем этим. Тебе тоже это интересно, да, насколько я понимаю? Мне это интересно исключительно с точки зрения, типа, как это устроено и как можно это сделать. Ну, то есть, у меня такой... Я... Я чересчур азартен, и у меня слишком мало времени, чтобы за этим следить. То есть, мне кажется, что делать то, как это делает Дима, можно либо хорошо зная уже все, и ты просто как бы на сигналы какие-то информационные реагируешь. У меня такой, у меня подход очень спокойный. Я когда-то положил сколько-то в те компании, которые мне в персонале нравятся. Все-таки у тебя есть акции на счету. Нет, у меня есть, конечно, какие-то акции, но их, во-первых, очень мало. Во-вторых, это исключительно технологические компании, про которые я понимаю, как они работают, и в которые я верю на интуитивном уровне. Ну, то есть... Кстати, скажи про это, это дико интересно. Чьи акции ты сейчас держишь? У меня сейчас есть акции Netflix, но они у меня были и до коронавируса, и до всего остального, и я переживал с ними падение, и докупал их на этом падении. Сейчас это, наверное, самая выгодная моя инвестиция. У меня есть акция Amazon. Есть акции Я, Amazon, я бы, наверное, так сказал. Я не помню, есть ли у меня Apple, но, по-моему, есть. Точно есть Facebook. Еще у меня почему-то, ну, это какая-то случайная была история, есть Nvidia. И... Nvidia под чипы, ну, то есть, когда там было... С тех пор они успели упасть, отрасти заново, и у меня есть кто-то еще из прям совсем таких корпоратов, которые железо сделают. Просто... Типа суперслучайно. Вот, ну, и все. Ну, то есть, я с удовольствием куплю акции travel-компаний через какое-то время, и GDS-ов, которые там в десятки раз умудрялись падать, но пока страшновато. Окей. Спасибо тебе большое, Антон. Это прям очень интересно, и... Мой внутренний гик прям очень радуется тому, что мы сделали выпуск, потому что рассказать людям про твои построенные билеты и об Windows Street, мне кажется, дико интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!